Снежана Снежок Для этого видео нам понадобится программа Pixar, где мы обработаем наши фотографии И конечно же сама программа CuteCut, где мы смонтируем наше видео А прежде чем мы начнем, поставь лайк этому видео Подпишитесь на меня в лайки и на меня в ТикТоке А теперь погнали! Для начала зайдем в Pixar и обработаем наши фотографии Нажмем на плюсик и добавим первую фотографию На нижней панели нажимаем на значок инструменты В открытом меню нажимаем на значок вырезать, он самый первый И нам нужен квадрат, нажимаем на квадрат Подстраиваем картинку так, чтобы она у нас была по центру Теперь нашу картинку нужно сохранить Нажимаем на галочку в верхнем правом углу Теперь на стрелочку в верхнем правом углу Нажимаем сохранить и сохранить Теперь нажимаем готово А теперь так нужно проделать с каждой фотографией. Теперь нам нужно сделать несколько коллажей. Заходим в Pixar, нажимаем на плюсик и выбираем первый коллаж. У нас открывается галерея. Мы выбираем одну фотографию и нажимаем на нее 9 раз. Теперь в верхнем правом углу нажимаем на стрелочку. Дальше в нижней панели нажимаем на границу и по ползунок опускаем до нуля. Выделяем фотографию посредине с правой стороны. И поворачиваем ее в противоположную сторону. То есть зеркально отображаем. То же самое сделаем с фотографией с левой стороны. В верхней и нижней фотографии перевернем вверх ногами. Так как у меня фотография изначально не была квадратной, поэтому у меня получился такой коллаж. Если у вас фотография будет квадратной, то у вас получится 9 фотографий. Теперь нам нужно сохранить. Нажимаем на стрелочку в верхнем правом углу. Еще раз на стрелочку. Сохранить. Сохранить. Так проделываем с несколькими фотографиями. Заходим в программу Кьют Кат. Нажимаем на плюсик и нажимаем создать новый проект. Теперь называем наш проект. Выбираем в настройках формат нашего видео. У меня это квадрат. И цвет фона поменяем на белый. Нажимаем на плюсик и добавляем фотографию. Первую фотографию я добавляю обычную. Нажимаем на плюсик и добавим еще одну фотографию. Наш коллаж. Перенесем этот коллаж наверх. Снова нажимаем на плюсик и добавляем третий коллаж. Тоже перенесем наверх. Итак, мы продолжаем, пока не загрузим все фотографии. Поочередность фотографии зависит от того, какой переход мы будем делать. Теперь возвращаемся на начало. Первый переход называется приближение. Выделяем нашу первую фотографию. И у нас внизу появляется меню. На фотографию нужно нажать два раза. Дальше нажимаем на волшебную палочку, на плюсик и выбираем пользовательский переход. Перетаскиваем его в конец этой фотографии. Поставим курсор на второй треугольник и приблизим немного фотографию. На нижней панели инструментов блистаем до самого конца. Нажимаем на кривую и в разделе циркуляр нажимаем на «И». Теперь выбираем вторую фотографию и максимально приближаем к средней фотографии. Теперь снова нажимаем на волшебную палочку, на плюсик и нажимаем пользовательский переход. Перемещаем переход на начало фотографии. И поставим курсор к верхнему треугольнику. И приблизим фотографию еще немножко. На нижней панели листаем самый конец и нажимаем на кривую. В разделе циркуляр выбираем уже «Аут». Давайте посмотрим, что же у нас получается. Как видите, получилось очень прикольно. Хочу заметить, первая фотография должна приближаться, а вторая отдаляться. Если этого не происходит, значит на переходах вы мало увеличили фотографию. Я хочу, чтобы переход был виден, поэтому я еще немножко увеличу. Следующий переход называется круговой поворот. Поделяем фотографию, нажимаем на волшебную палочку, на плюсик и пользовательский переход. Отбегаем переход в конец фотографии. Переместим курсор на нижнюю стрелочку. И на нижней панели ищем круговую стрелочку. Нажимаем поворот налево. Теперь внизу на панели листаем самый конец. Нажимаем на кривую. В разделе циркуляр выбираем гильд. Выделяем следующую фотографию и увеличиваем гильд. Снова нажимаем на волшебную палочку, на плюсик и добавляем пользовательский переход. Переход сдвигаем на начало фотографии. Курсор переносим на верхний пиугольник. На нижней панели ищем круговую стрелочку и выбираем в обратную сторону. Также листаем самый конец. Нажимаем на кривую. В разделе циркуляр выбираем амп. Посмотрите какой классный переход у нас получился. Выделяем фотографию. Нажимаем на волшебную палочку, на плюсик. Добавляем пользовательский переход. И этот переход сдвигаем на конец фотографии. И перетаскиваем нашу картинку влево. На нижней панели листаем самый конец. Нажимаем кривая. И в разделе циркуляр выбираем имя. Выделяем следующую фотографию. Нажимаем на волшебную палочку, на плюсик. И снова выбираем пользовательский переход. Переход сдвигаем на начало фотографии. Переносим курсор на верхний треугольник. Увеличиваем фотографию и сдвигаем в другую сторону. Переносим курсор на нижний треугольник. На нижней панели листаем самый конец. Нажимаем на кривую. В разделе циркуляр нажимаем out. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Следующий переход называется диагональ. Как всегда, выделяем фотографию, нажимаем на волшебную палочку, на плюсик. И выбираем пользовательский переход. Вдвигаем переход в конец фотографии. Перенесем курсор на нижний треугольник. А фотографию сдвинем на любой угол. У меня это левый нижний угол. На нижней панели. И ставим самый конец. И нажимаем на кривую. В разделе циркуляр выбираем инк. Выделяем фотографию, нажимаем на волшебную палочку. Теперь на плюсик и выбираем пользовательский переход. Подставляем этот переход на начало фотографии. Установим курсор на нижний треугольник. Увеличиваем фотографию и подставляем та, которая посрединке. На нижней панели листаем в самый конец. Выбираем нашу кривую. И в разделе циркуляр выбираем аут. Посмотрите, какой переход крутой у нас получился. После того, как мы сделали все переходы, можно добавить музыку. Нажимаем на плюсик. Музыка. И выбираем ту, которая вам нравится. Нажимаем звуковой эффект. Местная музыка. Можете прослушать и выбрать любую. И смотрим видео первого лайкера. Музыка. Вау! У тебя получилось очень круто! Подолгай в том же духе. От меня лайкусик. И смотрим видео второго лайкера. Вау! У тебя очень круто получилось! Продолжай в том же духе. От меня огромный лайк. На этом все. Я думаю, видео вам очень понравилось. И оно было вам очень полезным. И вы снимите подобное видео. А когда снимите, пишите хэштег Снежана Снежок. И хэштег Хочу видео Снежаны. Я вас найду и лайкну. Всех люблю. Пока-пока!